Его биография полна взлетов и падений, но из любой ситуации он выходит с высоко поднятой головой. Это один из самых ярких и незаурядных бизнесменов России, действующий по принципу «работать, чтобы жить», а не «жить, чтобы работать». Приветствую вас на канале «Снова Гурзова», где мы разбираем историю успеха знаменитых людей, изучаем их путь становления и берем лучшее себе на заметку. Кто-то пил его пиво, сидя на диване перед телеком, кто-то ел пельмени, которые произведены на его заводе, а кто-то и сейчас является клиентом самого инновационного банка, который он создал. В этом выпуске мы поговорим с вами про путь становления Олега Тинькова и о его Тиньков империи. И если все это время вы тешили себя мыслью о том, что это очередной золотой мальчик, что за его спиной стояли влиятельные родители, что все его суперпроекты строились на чьи-то большие деньги, что для создания бизнеса обязательно нужен какой-то внушительный стартовый капитал и влиятельное знакомство, что опять кто-то где-то наворовал и вот это вот все, то, друзья, в этом выпуске, увы, вас ждет большое разочарование. Добивался всего предприниматель самостоятельно. Чутье торговца, неподдельный интерес к своим проектам и огромное желание выбраться из бедности очень подстегивали его на пути к богатству. Добавля Тинькова Его мама работала швеей в местном ателье, а отец трудился на шахте. Жить семье приходилось в рабочем бараке. Там даже не было элементарных удобств, в том числе центрального отопления, водопровода, а санузел располагался на улице. Но тем не менее, даже сейчас Олег Тиньков вспоминает свое детство с теплотой. Такие условия зародили в будущем предпринимателя страстное желание изменить свою жизнь и добиться, конечно же, материального благополучия. И вот тут немаловажную роль в том числе еще сыграл и спорт. Еще в школьном возрасте Олег всерьез увлекся велосипедным спортом. Он принес ему более 30 важных побед в различных чемпионатах, а также звание кандидата в мастера спорта. Его Олег Тиньков получил в возрасте 17 лет. Сам предприниматель о своем увлечении говорит так. Спорт учит терпеть и побеждать, закаляет характер. В своих интервью бизнесмен отмечает, что занятия спортом оказали большое влияние на его характер. Велоспорт сформировал в нем амбициозность, стремление к победе, ну и, конечно же, выносливость. Те самые важные личные качества для предпринимателя. Именно благодаря велоспорту молодой человек в свое время получил возможность посещать южные регионы Советского Союза. На тот момент там были доступны дефицитные товары. Приезжая на соревнования, юноша покупал на юге импортные вещи и продавал их в Тридрога в родном сибирском городе. Уже первая нелегальная партия иностранных джинсов принесла ему немаленький по тем временам доход. Именно тогда Олег Тиньков всерьез задумался о возможностях, которые может дать ему предпринимательство. Закончив школу, Олег Тиньков пошел по стопам отца. Он поступил работать на шахту на должность ученика электрослесаря. Но спорт не бросил. Надеялся попасть в спортивный армейский клуб. К сожалению или к счастью, в СКА его не взяли. И призвали в пограничные войска в городе Находка. Это недалеко от Владивостока. Там он ослужил два года. После дембеля молодой человек снова вернулся работать на шахту. И вот здесь в его жизни возникло первое испытание. По рекомендации своей бывшей учительницы, Олег отправился в летний лагерь, чтобы поработать там инструктором по физкультуре. Там молодой человек пользовался огромным успехом у женщин, у противоположного пола. Здесь же Олег Тиньков встретил свою первую любовь. 17-летнюю Жанну Печоркину. Между ними сразу возникли чувства. И молодые люди стали вместе ездить в город, чтобы периодически навещать родителей девушки. В одной из таких поездок случилось страшное ДТП. В автобус с молодыми людьми въехал грузовик. В итоге Жанна погибла. А на лице и сердце Олега Тинькова навсегда остались шрамы. Тогда 20-летний парень думал, что его жизнь окончена. Он очень тяжело переживал потери любимой и не мог больше оставаться в городе. Поэтому принял решение переехать учиться в Ленинград. Поступление в горный институт далось юноше нелегко. В старших классах он часто пропускал занятия из-за соревнований, да и учился в основном на тройке. Но преподаватели все-таки сжалились над молодым пограничником и решили все же принять Олега Тинькова в ВУЗ. В институте юноша всерьез взялся за учебу. Он понимал, что хочет связать свою жизнь с бизнесом. И здесь же он знакомится с многочисленными иностранными студентами, которые, возвращаясь в каникул, привозили с собой сграничные товары. Тиньков покупал у них дефицитные джинсы, парфюмерию и перепродавал дороже. А крупные партии он возил в родной город, поскольку там товар можно было реализовать еще выгоднее. В 1989 году Олег познакомился со своей будущей женой, красавицей эстонкой Риной Восман. Осенью того же года они вместе поехали к родственникам девушки в Польшу. Тиньков сразу отметил, что в Польше электротовары стоили намного дороже, чем в России. У него появилась идея покупать телевизоры в Петербурге и перепродавать их в Варшаве. Дело пошло, и на следующий год к телевизорам уже добавились бензопилы. Вот тут я хочу отметить такую, знаете, трансформацию мышления предпринимателя. Как только ты начинаешь вести бизнес, работать на себя, ты сразу начинаешь видеть какие-то новые возможности, новые варианты заработка. И дальше остается только выбирать самые интересные и перспективные направления для ведения бизнеса. Дефицита идей, как правило, нету. Стоит только начать. Итак, бизнес с телевизорами и бензопилами процветает. Все хорошо. И на третьем курсе Олег Тиньков бросает учебу. Когда он поступал в институт, то планировал после окончания учебы вернуться в родной город и устроиться начальником участка на шахте. Вершиной успеха в этом случае была бы должность директора шахты с зарплатой примерно в тысячу рублей. Однако в момент ухода из института он же зарабатывал в 10-15 раз больше. И Олег окончательно решает развиваться именно в роли предпринимателя. В 1989 году предприимчивый студент знакомится на танцах со своей будущей супругой Риной Восман. Уже на второе свидание Олег пригласил девушку в дорогой ресторан. На тот момент начинающий и при этом успешный бизнесмен был окружен женским вниманием. Но именно в Рине он увидел искренность и отсутствие меркантильных интересов. Не всегда торговля Тинькова шла хорошо, как и в любом бизнесе наверняка были какие-то и взлеты, и провалы. Тогда его вторая половинка сама оплачивала рестораны и развлечения. Злые языки поговаривали, мол, Рина родом из богатой семьи, поэтому Олег может зарабатывать благодаря, например, влиятельному тестью. Но на самом деле Рина Восман была дочерью эстонского шахтера, и ее семья не имела особых привилегий. Влюбленная пара решает жить вместе. Порой им приходилось неделями питаться одной картошкой, а бытовые условия оставляли желать лучшего. Им приходилось ютиться в общежитии, дыщи с клопами. Но нашего коммерсанта такие трудности только стимулировали. Олег Тиньков старался изо всех сил и постоянно искал какие-то новые возможности для заработка. Он наблюдал за уже состоявшимися предпринимателями, за их образом жизни, и окончательно решил, что хочет переехать из коммуналки в хорошую квартиру, купить красивую машину и добиться успеха. Мотивация, друзья, мотивация, вот что самое главное. Наступили лихие 90-е. Страна погрузилась в хаос, а население, как вы помните, впало в полную вообще растерянность, в ужас. Но такое нелегкое время дало возможность Олегу выстроить свой бизнес, приумножая капитал. Рина Восман, несмотря на статус сожительницы, а они не были женаты, я спешу заметить, во всем поддерживала неординарного и такого эксцентричного бизнесмена. В этих отношениях у них родилось трое детей. Дочь Дарья и два сына, Павел и Роман. В официальный брак пара вступила лишь в 2009 году, спустя 20 лет отношений. И, кстати, свадьба состоялась не где-нибудь там, на Мальдивах, а на нашем озере Байкал. Позже в своей книге Олег Тиньков напишет, что не верит в успешных бизнесменов, которые добились всего без поддержки жены. Итак, до 1991 года молодой предприниматель занимался закупками и продажей товаров в Польше. Но это дело со временем потеряло свою рентабельность. Тогда Олег занялся перегонкой автомобилей. Но и этот бизнес ему не подошел. В конце 1992 года от своего приятеля он узнал, что в Сингапуре бытовая техника стоит куда меньше, чем в России. И, конечно же, ему пришла идея закупать товар там, привозить сюда и здесь реализовывать. Дело пошло. Товары приносили огромную прибыль. Так, приобретенные в Сингапуре калькуляторы в России он продавал по ценам почти в 10 раз превышающими закупочными. В 1994 году Тиньков решил, что пора вообще-то переходить уже на какие-то большие объемы. В тот момент он организовал свою первую компанию Петросип. Она занялась оптовой продажей техники. Но было понятно, в розничной торговле можно зарабатывать больше. В то время компания стала официальным дилером Sony, после чего было принято решение открыть магазины, розничные магазины в центре Петербурга. Торговую точку назвали Техношок. Напишите, пожалуйста, в комментариях, помните вы такую сеть магазинов? Может быть, в вашем городе был один из магазинов Техношок? Команда Олега Тинькова приступила к массированной рекламе. А ведь в то время в России о маркетинговых акциях, о маркетинговых компаниях не имели понятия. Именно Тиньков стал одним из первых бизнесменов, эффективно использовавших инструменты маркетинга. По городу развесили баннеры, записали рекламу для телевидения, записали рекламу для радио. Бренд Техношок быстро стал популярным. Это даже несмотря на то, что у них, в принципе, в магазинах были цены чуть завышенные. А секрет был прост. В обслуживании Олег Тиньков использовал западные стандарты. Персонал проходил обучение, чтобы грамотно консультировать покупателей. Работала доставка товара на дом. Такого в России не могла предложить ни одна компания. На тот момент, конечно же. К 1996 году Техношок стал сетью с магазинами в Кемерово, в Омске, в Новосибирске. Тогда же сотрудничество Тинькову предложили и другие именитые бренды Panasonic, GVC, Siemens, Bosch. Одновременно появилась звукозаписывающая студия Shock Records и сеть музыкальных магазинов Music Shock. Но в 1997 году у бизнеса Олега Тинькова появился крупный конкурент. Это компания Eldorado, которая и по сей день нам с вами прекрасно знакома. Предприниматель принимает решение вовремя продать все свои магазины бытовой техники и решает вообще сменить вид деятельности. Сделка по продаже бизнеса принесла ему тогда 7 миллионов долларов. В этот момент предприниматель все же начал осознавать важность образования. И в возрасте 31 года он решил поехать в Америку учиться. Здесь Тиньков поступит на курсы по маркетингу при университете Беркли, который на самом деле окажет у него большое влияние. И действительно, учиться, друзья, никогда не поздно. Надо сказать, что это решение явно было правильным. Невооруженным взглядом видно, что Олег активно применял американские технологии развития бизнеса у нас в России. Причем применял их эффективно. Возможно, за счет этого он в дальнейшем и смог построить несколько успешных компаний. В 1998 году бизнесмен открыл пивную компанию Тиньков, а также запустил бренд Дарья по изготовлению полуфабрикатов. Помните, что его дочку зовут Дарья? Как думаете, он производство в честь дочери назвал? Напишите в комментариях. Наверняка вы пробовали или видели на прилавках пельмени и равиоли этого бренда. Пельменный бизнес вообще возник у Олега по счастливой случайности. Он познакомился с греком, который торгует итальянским оборудованием для изготовления равиоли. Предприниматель решил промониторить рынок и выяснил, что на полуфабрикаты, особенно пельмени, есть большой спрос. Он выкупил итальянское оборудование и устроил собственное производство на одном из складов Техношок. Кстати, пельмени Дарьи в России стали тоже своего рода инновацией. Их производство было полностью автоматизировано. То есть при изготовлении никто не трогал руками сами пельмени. Партию готовых пельменей замораживали методом шоковой заморозки, что позволяло им не слепаться и храниться куда дольше. В 2001 году Олег Тиньков продает полуфабрикатный бизнес Роману Абрамовичу за 21 миллион долларов. Этот бизнес он продал в самом начале его развития. Многие друзья, знакомые даже отговаривали его от сделки, но Олег очень хотел быть пивным бароном, а не пельменным королем. А для этого нужны были и инвестиции, нужны были деньги. На вырученные деньги Олег Тиньков открыл сейф пивных ресторанов и построил пивной завод, на котором производили пиво под следующими марками. Текиза, Те, Зум, знаете такие? И здесь он вновь решил проявить неординарный подход к рекламе. Для продвижения бренда пива Тиньков была придумана целая легенда об императорском поставщике пива Порфирии Тинькове, упоминание о котором хитрый бизнесмен якобы нашел в историческом словаре. Более того, бизнесмен настоял на присвоении фамилии Тиньков одному из переулков в Петербурге. Лишь спустя много лет он признается, что историческая справка была поддельной, и никакого императорского пивовара не было. Маркетинг, везде маркетинг, а мы с вами всему верим и покупаем, покупаем, покупаем. В 2005 году предприниматель продал свои заводы бельгийцам из компании InBev за 260 миллионов долларов. А рестораны были также проданы компанией Тройка Диалог и фонду Mint Capital. Как можно заметить, Олег Тиньков не просто создавал проекты с нуля, но и выгодно продавал их. Сначала за 7 миллионов, потом за 21, потом за 260. По его умению, постоянное созидание чего-то нового всегда интереснее, чем уже готовый проект. Именно по этой пошаговой модели развития Олег двигался на пути к масштабированию своего бизнеса. Обратите внимание, он занимается только теми проектами, которые ему реально нравятся, которые его зажигают. Стало скучно, продал и пошел в другое направление. Классный подход. Продав пивной бизнес за 260 миллионов долларов, Олег Тиньков стал мультимиллионером, по сути, без каких-либо проектов. И это всего в 37 лет. Останавливаться на достигнутом он не собирался, Ведь впереди его ждала еще одна мечта – открыть собственный банк. В 2005 году бизнесмен начал подробно исследовать российский банковский сектор. Он составил бизнес-план, подошел серьезно. Несмотря на то, что большинство его знакомых отговаривали от этой затеи, В ноябре 2005 года его мечта сбывается. Он купил довольно скромный химмаш-банк и преобразовал его в Тиньков кредитные системы. Именно в банковской сфере Олег Тиньков раскрыл свой потенциал на полную. Он использовал новейшие сервера и технологии, Привлек специалистов из МГУ и даже Оливера Хьюза, Который являлся главой визы в России на тот момент. Первый год существования банка оказался настоящим испытанием. В проект боялись вкладываться инвесторы. А тем временем близился кризис 2007 года. Но несмотря на сложности, Тиньков кредитной системы уже начал приносить прибыль спустя всего два года после старта. В 2011 году по версии портала банки.ру Олегу Тинькову присвоили звание банкир года. В 2012 году наградами был отмечен его вклад в развитие российских банковских технологий. По сути, он стал новатором в этой сфере. Банк был уникальным за счет 100% дистанционного обслуживания. На тот момент у него не было офисов и банкоматов. Банк и сейчас не имеет собственных розничных отделений. Работа с клиентами ведется с помощью телефонной связи и сайта. В октябре 2013 года банк Тиньков выходит на лондонскую фондовую биржу. За счет продажи практически 10% собственных акций бизнесмен выручил 200 миллионов долларов. И впервые попал в рейтинг миллиардеров Forbes. В 2019 году в Москве Олегу Тинькову диагностировали страшное онкологическое заболевание. Острый лейкоз. Тогда же он начал курс химиотерапии. Публично о своей болезни он сообщил лишь в 2020 году, когда проходил лечение в Берлине. Немецким врачам удалось добиться ремиссии. Помимо этого, бизнесмен перенес еще ковид и два сепсиса. Ему даже провели операцию по трансплантации костного мозга в Лондоне. Она была в принципе успешной, но началась реакция отторжения. Пришлось прибегнуть к полному переливанию крови раз в две недели. Лишь в 2022 году Олег Тиньков рассказал, что впервые смог прокатиться на велосипеде, а опасная болезнь отступила. Подробности о его сложной борьбе с лейкозом можно узнать из фильма Олег Тиньков «Новая кровь». Посмотрите на досуге. Но и в этот такой тяжелый, непростой период его жизни неприятности не отступили. 27 февраля 2020 года суд Калифорнии выдал ордер на арест Олега Тинькова за уклонение от налогов. Раньше у него было американское гражданство, но бизнесмен решил от него отказаться в 2013 году. Но вот с налогами возникла какая-то путаница. Учитывая плачевное состояние здоровья, его отпустили под залог под домашний арест, отобрав российские и кипрские паспорта. Далее судебные заседания переносились из-за болезни бизнесмена. Закончилось преследование только после выплаты Тиньковым 500 миллионов долларов в счет налогов США. В 2022 году Олег Тиньков выходит из состава управления Тинькова банка. Как утверждает предприниматель, его вынудили продать свою долю в бизнесе под давлением властей. При этом надо отметить, что он публично поблагодарил Владимира Потанина, который купил его долю банковских активов. Что в действительности стало причиной, мы навряд ли узнаем. Но одно ясно точно. Это не первый случай, когда Олег Тиньков начинает новые проекты. Поэтому скоро мы наверняка услышим о его новых достижениях. Вне всяких сомнений, история успеха и неудач этого экстравагантного бизнесмена наглядно показывает, не обязательно родиться бизнесменом. Им можно стать буквально с нуля. Да. Более того, предприниматель успешно совмещал довольно сложные проекты абсолютно в разных областях. А ведь многие говорят, что бизнес нужно строить только в той области, где ты хорошо разбираешься. Получается, что нет, не обязательно. Кроме того, Олег Тиньков регулярно занимается спортом, путешествует и отдыхает с семьей. Как он все это успевает об умении совмещать все и сразу, Олег Тиньков говорит так. Сейчас, благодаря онлайн-возможностям, у нас очень много инструментов. Не пропускайте ничего, анализируйте все, что видите, совмещайте приятное с полезным. Даже поехав куда-то с семьей, я всегда смотрю, как делается бизнес. В ресторанах, отелях, аэропортах, магазинах по всему миру. И думаю, как это можно применить. Нужно отдыхать, но не расслабляться. Неудивительно, что Олег Тиньков проявил себя не только как предприимчивый бизнесмен. С 2010 года по 2018 он выпустил серию книг собственного авторства, которые посвятил психологии успеха и бизнес-тематике. В одном из интервью Олег Тиньков скажет, что не является сверхчеловеком. Он такой же, как все, но в делах бизнеса не терпит компромиссов и стремится к идеалу. Он быстро забывает о неудачах и даже успехах, стараясь жить здесь и сейчас. У меня тоже есть татуировочка, где написано здесь и сейчас, чтобы я никогда об этом не забывала. Возможно, в этом и есть один из секретов его успеха. Как думаете? Обязательно напишите в комментариях о ваших впечатлениях от выпуска. Узнали что-то новое? Интересно было? Меня зовут Елена Гурзова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на те видео, которые вам понравились. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok